Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня у нас с вами прямой эфир, и мы поговорим с вами о том, как повзрослеть и разбогатеть. Ибо, как по мне, эти понятия очень тесно взаимосвязаны, потому что... Не только потому, что мы можем зарабатывать деньги, когда мы становимся взрослыми, тут не особая взаимосвязь между этим имеется, мне кажется, вообще возраст не особо важен. А речь скорее пойдет о том, что именно когда к нам приходят качества взрослого человека, они приходят далеко не ко всем и далеко не в каждом возрасте, вообще, в принципе, не в каждой жизни, только тогда мы можем с вами уже получать и денежную энергию, ну и, собственно, вообще привлекать деньги на самых разных уровнях. Поэтому сегодня будем разбирать эту тему, а также я оставляла форму для вопросов, поэтому мы будем разбавлять наш эфир ответами на те вопросы, которые поступили. Я, признаюсь честно, не осмотрела вопросы, но тем интереснее, потому что я не из тех людей, которые любят готовиться по бумажечке. Я из людей, которые... Что называется? Что в голове, то и на языке. Вот, как говорят некоторые, что вижу, то пою, но я что думаю, о том говорю. Вот приблизительно так. Стараюсь все-таки периодически даже думать. Да, злой смешок у меня пробежал. Итак, давайте с вами поговорим, почему такая тема, помимо того, что... Привет! Помимо того, что нужно было какую-то тему придумать. Почему такая? На самом-то деле я сейчас постоянно... Вообще одно из моих любимых занятий в жизни – это наблюдать за другими людьми, наблюдать и анализировать. И, как вы знаете, с собой это всегда происходит хуже, потому что мы себя как-то вечно неадекватно оцениваем, то слишком жестко, то слишком мягко. Короче, мы не можем увидеть себя со стороны настолько явно, когда мы наблюдаем за другими. И очень часто я наблюдаю в людях следующую позицию по жизни. Когда ты объясняешь человеку, что нужно что-то сделать, или задаешь ему вопрос, почему ты чего-то не сделала, почему тогда так, а если ты хочешь это, то почему не сделал это, у человека есть достаточно жесткое объяснение того... Ну, не то, что жесткое. Всегда есть объяснение того, почему я не сделал. И очень часто это «почему я не сделал» касается кого... Давайте с вами поговорим в диалоге, что вы обычно говорите, ну или вам обычно говорят, когда вы спрашиваете, ну так а почему ты не устроился на другую работу, а почему ты себе этого не купил, а почему ты тогда поступил не так, а почему ты сейчас, если тебе не нравится твоя работа, не откроешь свой бизнес, почему? Ой, спасибо большое. Почему? Какие объяснения обычно дают люди? Давайте, очень хочется вас услышать, понимаю, что кто будет смотреть в прямом эфире скажет, блин, да Оля, ну давай, говори быстрее, но давайте. Я вчера говорила, кстати, 3 часа на мастер-классе, и у меня под конец сел голос. Такие обстоятельства боятся, такие обстоятельства. Что такое обстоятельства? Давайте разберем. Конечно, да, спасибо, кто-то другой виноват, у меня не получится. Обстоятельства – это всегда что-то происходит, на что я не могу повлиять. Кто-то меня тут прикрыл машиной. Что-то происходит, на что я не могу повлиять. Что это? Ну вот, меня не возьмут на работу, меня уволили, мне не заплатят, придет коронавирус, мне не разрешат, мне не дадут денег, меня не поддержат. То есть, это даже не то, чтобы отговорки или оправдания, или страх и лень. У нас всегда есть некое третье лицо, которое нам чего-то не дает. Начиная от поддержки, да, типа, меня никто не поддерживает. Мне вот часто девочки жалуются, мне так нужна поддержка моего мужчины, или мои родители в меня не верят, или у меня нету наставника. Короче, есть некто, всегда какой-то герой, который почему-то должен нас поддержать. Он нас не поддерживает, или он не делает того, что нам нужно, он не платит нам достаточно денег, он вообще нам ничего не платит, не приняли закон какой-то. Кстати, сегодня я узнала, что опять на газ или на что-то там повышают снова на 20% стоимость. У нас всегда есть оправдание, почему у нас что-то не получается, и в этом всегда кто-то виноват. И, конечно, можно сказать, ну действительно же, ну как вот, мне же зарплату больше не платят. Я помню, как очень многие люди раньше, и я в том числе, говорила, что шеф – это жмот. Да, то есть я представляла себе хозяина бизнеса, как человека, который просто сидит, и у него есть много денег, и он, сука, гад, не дает мне больше денег. Ему просто он жмотится, и ему же все равно, дать мне он что-то не понимает, что я на эти деньги не могу выжить. То есть я как бы вот такие отношения выстраивала понимание, да, что есть некий человек, у которого есть деньги, и который мне их не дает. Но я же прихожу на работу, я же сижу, я же что-то пытаюсь сделать. Ну да, у меня не получается так классно, но я же прихожу, я же отдаю ему свое ценное время. Так вот, история, давайте вернемся в детство. Помните, когда, например, вы приходите в каких-то ботинках или в какой-то одежде, и с вас, например, смеются, или с вас эта одежда падает, или она в дырках, кто в этом виноват? Родители. Родители виноваты, они не купили вам новую одежду. Родители виноваты, потому что вам нечего есть. Родители виноваты, если у вас кривые зубы. Родители виноваты. Родители виноваты, если вы, я не знаю, там, грызете ногти. Виноваты родители, и вы это знаете, потому что родители за вас в детстве отвечают. Они вас не научили, простите, если вы не научились чистить зубы, блин, мыть попу, я не знаю, менять трусы от вас воняет. Это родители виноваты, они вам это не заложили. Не поменяли вам трусы, они объяснили, что трусы нужно менять. Но когда мы вырастаем, у большинства людей по-прежнему кто-то виноват. А о чём это говорит? А говорит это только о том, что мы не взрослеем. Мы вырастаем, у нас появляются сиси, писюны, у некоторых не у всех, и сиси тоже. У нас появляются животы у некоторых, да. У нас появляются ещё множество всего, но у нас остаётся по-прежнему тот, кто виноват, что у нас что-то не получается. Смотрите, на работу нас не берут, потому что гады. Мы не можем хорошо жить, потому что нам мало платят. Они, они, как они такие зарплаты, они что, издеваются? Мы вообще, люди в большинстве своём, никогда не привязывают свой результат. Слово результат для многих неизвестно. Не привязывают свой результат к работе. Работа это когда ты ходишь на работу. Помните выражение? Ходить на работу. Да простите меня, до какого чёрта вы мне вообще сдались, что вы ходили на работу ко мне. Мне надо, чтобы вы давали результат. И если вам платят за то, что вы ходите на работу, вы счастливчик и несчастный человек одновременно. Счастливчик, потому что вы получаете деньги на шару. Несчастный, потому что вы никогда не научитесь ни черта зарабатывать. И понимать вообще суть работы. Суть работы не в том, чтобы на неё ходить. Суть работы в том, чтобы через неё развиваться, чтобы расти свою квалификацию, чтобы выражать свои таланты, чтобы с помощью выражений своих талантов больше зарабатывать и оказывать пользу мира. И так далее. Точно не для того, чтобы ходить на работу. Но это как бы другая история. История про то сейчас, что всё время кто-то у кого-то виноват. Я мама детей. И у меня их двое. И у детей, у которых есть брат или сестра, у них есть такая темка, ну вы знаете, да, друг на друга перебрасывать ответственность. Кто это сделал? Она. Они так одновременно это делают. И моя ключевая задача, я всё время их учу сейчас. Я понимаю, что это основное, о чему я их могу научить. Брать ответственность на себя. Не пытаться найти виноватого, а пытаться найти решение того, что произошло. И если ты в чём-то напортачил, гораздо проще сказать, да, это сделал я, и решить проблему, чем самого себя начинать убеждать в том, что это не я. И вы знаете, что самое интересное? У псевдо-взрослых это прекрасно получается. Псевдо, потому что писька есть, сиськи есть, а мозгов нету, ответственности нету. Запомните, до тех пор, пока вы не научитесь брать ответственность на себя, за то, что у вас что-то есть или чего-то нету, нету денег, есть долги, нету нормальных отношений, есть еботня, она только не та еботня, от которой вы оргазмы получаете, а та, от которой ваш мозг взрывается, не в самом лучшем смысле. Вот это ваша ответственность, псевдо-взрослого, потому что вы, до тех пор, пока вы не принимаете, что это я, это я, это не мне не заплатили, это не коронавирус, это я не владею ничем, чтобы мог полезного продать другим людям, это я никому не нужен, в карантин оказался, потому что я, оказывается, никакую пользу-то не могу нормальную принести, и мой мозг не в состоянии, как у взрослого человека, придумать, а что же я, мать твою, вообще в этой жизни умею, ведь мир же не закрылся, не умер, что же я умею, что же я могу делать, чтобы этому миру, чтобы он давал мне какие-то деньги за это, неужели я такой беспомощный, что если Иван Васильевич меня выгнал, то все, что я могу делать, это говорить, что Иван Васильевич гондон, потому что он меня уволил, он не подумал о моей семье, да плевать Иван Васильевичу на вашу семью, потому что у него своя есть, потому что он думает о себе, ребята, и это есть нормально, это ответственность взрослого человека, думать о себе и о своих близких, а не о вас, с чего вы взяли, что кто-то должен о вас думать, вот до тех пор, пока вы не принимаете эту правду, пока вы как ребенок пытаетесь верить в то, что есть супермен, который всех спасет, вы занимаете позицию ребенка, а теперь представьте себе, какая бедища, я буду пить кофе, простите, какая бедища, когда у ребенка появляется ребенок, представьте себе, что ваш ребенок, вот у вас есть там дочка или сын, ну вот давайте представим, что у вас есть сын, он 10 лет, и представьте себе, что этот сын приходит с девочкой и говорит, это Маша, она будет жить с нами, абсолютно вот так серьезно, сын не может зарабатывать денег, сын понятия не имеет вообще, что такое отношение, потому что он ко всему относится, он поссорился с Машей, он говорит, Маша, дура, я с ней дружить не хочу, мама, выгони ее, он приходит к вам и говорит, мам, я хочу есть, а потом Маша вдруг приносит маленького ребеночка и говорит ему, вашему сыну Мише, 10-летнему, это наш ребенок, он говорит, о, класс, я хотел быть молодым папой, она говорит ему, Миш, а надо денег заработать, кроватку ему купить, а Миша говорит, я не умею зарабатывать, я еще маленький, у меня нет денег, мама, у нас там есть какая-то кроватка, у меня тут сын родился, мама уже все, у нее нет выбора, мама уже взрослая, она повзрослела, мама, давай тащить какую-то кроватку, вы знаете, один из моих кошмаров, я не могу не вспоминать своего бойфренда, у меня на нем будет основана экс-бойфренда, на нем основана, знаете, как моя Википедия жизненная, и я очень хорошо помню, как мы сидим с ним на кухне у его родителей, и мама его говорит мне, Олечка, вот как хорошо было бы, чтобы у нас внучата-то были, а я ей говорю, слушайте, так он денег не зарабатывает, еще вот так я ей говорю, а она мне говорит, Оль, ну мы всегда на подгузнике и на борщ, точнее, ты всегда можешь к нам прийти, и на подгузнике, и на борщ мы всегда вам насобираем, и это был мой кошмар, клянусь вам, я не знаю, сколько прошло лет, я до сих пор помню, в какой кофте она была, и я помню про этот борщ, про этот подгузники, потому что у меня сразу же, знаете, такая картинка, как я прихожу к его маме и прошу у нее на борщ и на подгузники, причем не на памперсы, а, знаете, на те, которые стирают там и разглаживают, вот это жесть, я вам хочу сказать, и это позиция детей, но самое отвратное, что скорее всего огромная вероятность, что мужчина, с которым вы живете, а почему-то мужчина это касается больше, но девочки, вы тоже сюда относитесь, это ребенок, вот такой, как про Мишенко, 10-летний, потому что вы ему говорите, например, нам нужно там что-то купить, что-то сделать, нам нужна своя квартира, он говорит, а что я могу сделать, мне на работе не платят больше, ну что я могу поделать, ну в такой стране мы живем, ну так не могу реализовать свои таланты, ну вот остался без всего, ну у меня нету богатых родителей, блин, так, сейчас, поскольку я в машине, извиняйте, у меня нету богатых родителей, сейчас же не то время, ну ты видишь, кто ко власти пришел, комик какой-то, комик пришел, как я могу зарабатывать деньги в этой комической стране, и вот я вам хочу сказать, что, это же правда, вы понимаете, что я правду говорю, что у людей, у нас, у многих, и даже у очень осознанных и продвинутых, периодически возникает яркое желание рассказать, почему мы не можем, почему мы что-то не можем делать, и это есть детство, я хочу сейчас, чтобы всякий раз, когда вы только хотели сказать, что виноват кто-то, в вашей голове всплывало, я больше не ребенок, я выбираю быть взрослым, я выбираю быть взрослым, я хочу брать ответственность и искать решение, потому что, если к вам придет ваш маленький ребенок, это касается больше девочек, ну, я, к сожалению, имела модель семьи с мужчиной несколько другую в контексте своего отца, я просто очень хорошо помню историю о том, как я пришла к своему папе, у меня был выпускной вечер, и мне нужны были деньги на выпускное платье, и я нашла выпускной наряд, себе корсет и юбку, и стоило это все аж 100 долларов, это был 2000 год, и для моей мамы это были приличные деньги, и я очень хотела именно этот наряд, она говорит, давай попробуем попросить у папы, а вдруг у него хотя бы какие-то деньги там есть, и я помню, как я пришла к папе, он ковырялся в гараже с машиной, он так на меня посмотрел, сказал, Оля, если бы у меня были 100 долларов, я бы машину себе починил, а не платье бы тебе покупал, и я не забыла этого, я уже поняла, отпустила, простила, но не забыла, и я помню маму, которая сказала, ладно, что-нибудь придумаем, и мама у кого-то одолжила денег, короче, мама этот вопрос решила, и я точно знаю, что если к вам придет ребенок ваш и скажет, мам, мне там нужно что-то срочное, или там, ну, мама всегда найдет, ну, может быть и папа, взрослый всегда для своего ребенка найдет, если он взрослый, потому что это печально, если взрослый не может найти для ребенка, но в своей жизни, для самого себя, очень часто взрослые пасуют, пасуют, и готовы бедно жить, не жрать, короче, готовы на все, что угодно, вот до последнего, только не брать на себя ответственность, поэтому всякий раз, когда вы начинаете хотеть сказать, что кто-то в этом виноват, вспоминайте о том, что вы взрослый, а кто такой взрослый, давайте будем разбираться, вот я вижу, что вам 17 лет, вы пишете, кто такой взрослый, взрослый это не про возраст, взрослый это про решение, потому что взрослый человек, первое, готов брать на себя ответственность, брать на себя ответственность, это означает, первое, оценить ситуацию, посмотреть, да, есть такая ситуация, не называть ее другими именами, и пытаться смягчить, часто мне говорят, ой, ну зачем вы так резко, ну почему вы человеку, вот вы бы ему как-нибудь, а помягче не работает, помягче, это как, знаете, стоять в утягивающих трусах перед зеркалом, понимаете, это помягче, ты жирный, но ты в утягивающих трусах, и тебе кажется, что ты не такой жирный, так сними трусы, сними и посмотри, ты не начнешь собой заниматься, пока ты будешь к себе помягче, вы понимаете это, что иногда нужно обнажить проблему, для того, чтобы понять, что ее нужно решать, потому что пока вы к себе помягче, ничего не сработает, поэтому к себе нужно в этом плане быть пожестче, и прежде всего, первое, мы обнажаем нашу проблему, как взрослые, мы говорим, да, например, я действительно мало зарабатываю, действительно, у меня действительно паршивая жизнь, не рассказываю о том, что у моих друзей хуже, там, ты сильно много хочешь, моя женщина, твоя женщина, вообще запомните, женщина вообще не может много хотеть, априори, у нее нет опции хотеть много, она просто хочет, и все, и всегда говорю мужчинам, своим друзьям, знакомым, мальчикам, с которыми я знакомлюсь, где-то там, я так говорю, я с мальчиками, с которыми я знакомлюсь, ну, в общем, вы поняли меня, я всегда говорю, боготвори женщину, которая хочет, потому что это женщина, которая открывает в тебе мужской потенциал, которая дает тебе мотивацию, которая тебе открывает это, не говорит, типа, ой, мне ничего не надо, Вот та, которая говорит, что мне ничего не надо, она тебя закрывает, она тебя схлопывает, как мужика. Она твои, все твои возможности, энергетические амбиции, она все это урезает. Потому что она тебе врет, во-первых. Во-вторых, если женщина с тобой находится, которая мало хочет, ты никогда рядом с этой женщиной не разбогатеешь. Понимаете это? Не разбогатеешь. Да хера тебе богатеть, если ей это не надо. Поэтому это очень-очень важный момент. Значит, поэтому, еще раз, мы берем ответственность, мы смотрим, что да, я, например, мало зарабатываю, и это действительно так. И я зарабатываю не больше, чем мой друг, не я зарабатываю недостаточно, я не зарабатываю, зарабатываю мало, потому что сейчас какая-то ситуация в стране. Похер почему, я просто мало зарабатываю, все, есть факт, беспричинно, я просто смотрю этому в глаза. Это может касаться любой вашей задачи. Или я, блядь, мудак, я выгляжу как мудак, я сам себя не хочу, поэтому мужчины, точнее женщины на меня не обращают внимания. Я не могу познакомиться с нормальной женщиной, потому что я и нормальная женщина, это несовместимо. То же самое, девочки. Если вы понимаете, что вы выглядите как старая галоша, неважно по какой причине, вы родили, вас бил муж, вы просто себя не любили, вас насиловали в детстве стерто-стерто, разные у всех есть причины. У каждого взрослого есть своя драма, вы понимаете это? Сейчас стало очень модно свою драму рассказывать, да, почему я не успешен, называется эта история. На самом деле плевать, вы должны это понимать по отношению к себе. Плевать почему? Вот мне плевать, когда я не могла ребенку купить игрушку, мне было плевать, почему я не могу этого сделать. Мне уже это не интересовало. Я понимала, что я галимая мать сейчас для себя. Я женщина, которая себя не уважает. И до тех пор, пока я себе рассказывала, что да нет, да у моих детей на самом деле очень много, да я на самом деле даю им другое. Нет, нужно обнажить проблему. Пока вы не сделаете себе больно, жопой об асфальт не прочешете до крови, вы не начнете действовать. Ну мы так устроены, я не знаю почему. Не спрашивайте меня почему. Я не знаю, почему мы такие мазохисты, почему мы так устроены. Поэтому первое, мы обнажаем свою проблему, как взрослый человек, и говорим, да, действительно есть. Второе, мы должны понять, что нам реально от этого плохо. Ну то есть понять, что я так больше не хочу. Я не хочу. Я должен принять это решение, что я так не хочу. Пока вы не примете решение это изменить, вы ничего не сделаете. Вот это решение должно быть принято. Потому что когда вы принимаете решение, что вы хотите это изменить, у вас сразу появляется мысль, о каким я хочу стать. И дальше я должен двигаться с позиции того нового человека. Потому что если я принял решение быть богатым, например, то я больше не буду себя вести как бедный. Я больше не буду думать как бедный. Я больше не буду осуждать деньги. Я больше не буду говорить на состоятельных людей, что они уроды, которые наворовали. Я начну менять свой мозг, готовить его. Потому что наши мысли – отображение нашей реальности. Точнее наоборот. Наша реальность – отображение наших мыслей. И пока я не приму решение, мы всегда ждем как? Я изменюсь, когда изменится моя реальность. Так ни хера. Ваша реальность не изменится до тех пор, пока вы не изменитесь вот здесь. Пока вы не позволите себе думать иначе. Пока вы не выйдете из состояния ребенка. Где есть кто-то, кто виноват в том, почему у вас нету игрушки какой-то. Есть всегда кто-то. Вот у меня девочки, мои спортсменки, да, я получаю колоссальный опыт. Потому что они у меня маленькие, и у них идут соревнования. Вы знаете, что такое, когда у маленьких детей соревнования, а они амбициозны? Что такое быть в этот момент их мамой, не их тренером? Вот заметьте, я так со своими детьми не разговариваю. Это я для вас тренер. Для них я мама. У них есть свой тренер. Каково быть мамой, когда твой ребенок начинает реветь или страдать, потому что он не первый, например. Это капец, каково быть этой мамой. Что мне нужно сказать ребенку, который только что занял второе место, третье или пятое, например. При том, что он очень круто старался, но, например, соревновался в сильной какой-то категории. Я всегда не знаю, о чем мне сказать, честно вам скажу. Но я объясняю одно. Первый момент. Я всегда и говорю, что не важно, как тебя сегодня оценили судьи. Важно, первое, как ты оценила себя сама. Знаешь ли ты, что ты вышла и выложилась на максимум сегодня? Потому что если ты каждый раз будешь выкладываться на максимум для себя, то твой максимум обязательно увидят все остальные. А если ты будешь сама для себя работать на троечку, то чему ты удивляешься? Это первое. Твоя честная оценка самой себя. Если ты понимаешь, что тебе чего-то не хватило, значит ты идешь и тренируешь это. Самое важное, что ты сам должен понимать, на каком этапе ты находишься и не врать себе. Бывает такое, чего я ненавижу в спорте, особенно в художественной гимнастике. Выходит, например, моя Алиса и роняет булавы при выступлении. Ревет. Все, я не буду первой. Но выходит еще 20 девочек в ее категории, которые роняют булавы два раза. Ну, условно. И получается, что моя Алиса первая. Это отвратительно. Она радуется, но ведь это отвратительно, потому что она сработала не очень хорошо, но стала первой. Это демотивация. А еще хуже бывает, когда выходит девочка и нароняла пять раз. У нее было отвратительное выступление, но у нее в категории было три человека, два из которых было сильно слабее, чем она, и она все равно первая. Это отвратно, когда ты себя не на том месте ощущаешь. Поэтому очень важно быть честным по отношению к самому себе. Важно понимать, где ты, где твоя работа, быть довольным или недовольным собой. И вот во взрослой жизни это крайне важно. Понимать, что я беру, я принимаю решение отныне быть другим. И вести себя так, как я принял. Если я принял решение быть богатым, значит быть богатым. Если я принял решение, что я буду отныне главой семьи, а глава семьи это тот, кто находит выходы из любых ситуаций. Кто никогда не приходит и не говорит, не получилось. Да, это стресс. Да, это ответственно. Но ты начинаешь меняться. Начинают меняться твои мозги. Ты начинаешь думать по-другому. Вы должны понимать, что всё идёт от головы. И до тех пор, пока вы ребёнок, который не желает принимать никаких правил, который желает, чтобы всё сделало, закрыть глаза, знаете, «Мама, сделай что-нибудь, мне страшно!» Ничего не происходит. Поэтому позиция взрослого человека – это позиция человека, который отвечает за свою жизнь, который понимает, что может быть по-разному, но я к этому готов. Потому что я принял определённое решение. Быть успешным, быть настоящим мужчиной и дать своей женщине в этой жизни всё. Я принял решение, или женщина говорит, мне не важно, буду я с этим мужчиной, который сегодня мне говорит, что я чушка, я вообще не хочу с ним быть. Вот часто женщины говорят, я не могу уйти, потому что он меня содержит финансово, или у меня некуда уйти. Вот вы должны понимать, что вот эта позиция жертвы, он, может быть, поэтому так себя и ведёт, и любой будет себя так вести. Чувствуя позицию жертвы, рядом с вами меняется тоже модель поведения. Человек превращается в хищника. А хищник, вот попробуйте когда-нибудь, когда вы увидите кого-то слабенького возле себя, у вас начнёт появляться желание почему-то этого человека забить или унизить. Человек, который находится рядом с вами, он тоже вас провоцирует на какое-то поведение. Ну, то есть мы находимся рядом, и у нас начинается, вот нам почему-то вдруг хочется этого человека достать. Помните, как в школе были какие-то вечные такие, ну, ребята, которых в классе забивали. И главное, все хотели этого человека забить. Почему? И чем больше он был жертвой, тем больше нам хотелось его забить. И тем больше мы хотели быть агрессорами рядом с этим человеком. То есть мы тоже провоцируем это поведение. И человек бессознательно, он не понимает, почему. Но ему ещё больше. Вы там плачете, хотите быть жертвой, чтобы он вас пожалел, а он ещё больше на вас из-за этого орёт. Ещё больше его это провоцирует, его это бесит просто. Он ждёт, чтобы вы дали какой-то отпор, но это другая история. Я говорю о том, что когда вы принимаете решение, кем вы будете, вам уже всё равно, что происходит. Я часто рассказываю историю про своего МЧ. Я очень много времени не могла от него уйти. У меня было рядом с ним такое ощущение, такой вот какой-то жертвы, которая, знаете, привязана к нему какими-то неземными чувствами. И всё время мне, вот мы ссорились, но я знала, что мы сойдёмся. Вот я всё время это чувствовала, как-то мне было всё время жалко. Я как не могла от него оторваться, я не понимаю, что это было. Можно сказать, что это он меня приворожил? Нет, это просто была какая-то моя жертвенность. Я очень хорошо помню этот момент, когда я принял решение, что я больше не хочу так жить. То есть я не то, что с ним не хочу быть, я жить так не хочу. Я помню, как я сказала, что я больше не хочу плакать. У меня даже там иногда сейчас психологи на каких-то проектах, где я пересекаюсь, они говорят, а ты часто плачешь? Я говорю, ну нет, редко, а в эфирах, говорю, прямых чаще, там, когда что-то эмоционально рассказываю, вообще нет, не плачу. Почему не плачешь? Я говорю, знаете, я всё выплакала. Я всё выплакала. Я не знаю. Я просто помню, так, я просто очень хорошо помню, как я, я даже место это помню, как я иду и думаю, я больше не хочу плакать, я больше не хочу такой быть Олей, я какая-то капец. Мне 23 года было или 22, я уже не помню толком, с 18 лет у меня были эти отношения, этот роман. Мы сходились, расходились, но с 18 лет это было. И я, мне казалось, что это было 10 лет, вот если честно вам сказать, вот по ощущению это было как будто бы 10 лет. И я просто помню, как я решила, что я больше такой женщиной быть не хочу. Я как будто бы увидела себя со стороны. И вы знаете, я от него ушла, я думала, что я никогда от него не уйду. Я думала, что это, знаете, кармические отношения, такие, к которым ты возвращаешься, уходишь, что-то твое. Меня как отрезало. Вот просто как отрезало. Отрезало, потому что, когда я поняла, какой я хочу быть, я поняла, что он к вот той, кем я хочу быть, вообще не имеет отношения. Мне иногда Серёжа говорил, ты так часто его вспоминаешь, а ты бы хотела с ним увидеться. Я не то, что подумать о том, что хотела бы я с ним увидеться. Я даже если с ним увижусь, я даже не знаю, о чём с ним говорить. Меня вообще не то, что не ёкает, знаете, воспоминания. Вот я бы больше, наверное, там с мальчиком, с которым я в школе целовалась на переменках, хотела бы встретиться и поболтать. Мне было бы хотя бы как-то типа, а помнишь, а? Мне тут даже помнишь не хочется. Вы понимаете, в чём прикол? Когда ты принимаешь решение, на самом деле, вот оно от тебя уходит. То, что тебе не нужно. И тебе уже что ни говори, твой мужчина, или твой друг, или твой брат, или твой... Тебе уже всё равно. Потому что у тебя в этот момент как будто бы что-то щёлкает. Вот моя мама для драматичности говорила, как будто бы что-то ломается. Чашка разламывается, и ты её больше не склеишь. Мне вообще тут чашка ни при чём. Ты меняешься. Ты просто меняешься. Человек за жизнь может меняться. И вот ты меняешься, и всё. И думаешь, да пошёл ты в баню. И это касается всего, как говорят, вы не обижаетесь. Вы знаете, сколько о вас говорят? Да мне вообще всё равно. Главное, что говорят, это мне прям очень приятно. А что там, нравишься, не нравишься, правильно, не правильно. Да мне всё равно. Потому что я понимаю, какая я. Я уже с собой познакомилась. Я уже себя приняла. Всю, идеальную, неидеальную, с носом, ртом, животом. Неважно, с чем я уже себя такую приняла. Всё равно, я себя уже такую люблю. Уже всё. Да, я могу себя менять, ещё что-то. Но я уже себя люблю. Я уже знаю. Я уже знаю. Да, я матерюсь. Да, я знаю. Я матерюсь. Ну да, я матерюсь. А то я не курю. Вот я не пью. Могу послать нахер. Могу. Да, я могу. А могу реветь с человеком, который подойдёт мне на улице, что-то расскажет. Скажет мне, Оля, спасибо. Я могу реветь, стоять на улице. Да, могу. Могу захлебываться слезами. Разное могу. Но я всё это могу себе позволить, потому что это всё уже я, настоящая я. Но это Оля, которая приняла решение быть успешным человеком, быть настоящим человеком, быть человеком, который чувствует, быть человеком, который мне говорят, откуда столько эмоций. Меня люди боятся из-за моей эмоциональности. Я это прекрасно знаю. Потому что я могу прийти и выпалить тренеру, учителю, чего угодно. Директору школы, в которой я училась, и учатся мои дети сейчас. Могу прийти покрыть матом, потом могу извиниться. Но я уже такая, я всё, я себе разрешила ей быть. Вот такой быть. Да, без тормозов, да, с эмоциями, да, не всегда права. Да, вот всё это да, да, это всё я. Ну всё. И что? Я хочу становиться лучше, я работаю над собой, безусловно. Я не всегда гениальна, я всё это признаю. Но мне проще, потому что я знаю, что всё равно это часть меня, та часть меня, которую я люблю. Я не хочу себя без эмоций. Я не хочу себя очень спокойной. Я когда спокойная, люди думают, что что-то со мной не так, или с ними не так. Я если в компанию куда-то прихожу, например, и спокойно себя веду, то у всех ощущения, что я их или не люблю, или что-то между нами происходит, я говорю, ребят, я могу быть и спокойной тоже. Ну у меня такое состояние, я сейчас просто спокойная или там, ну разные ты бываешь. Так вот, у меня есть чёткая программа. Я знаю уже, кто я, я знаю, чем я занимаюсь, я знаю, как я хочу умереть, я уже решила это. Как я хочу умереть, и когда, и при каких обстоятельствах. И мне от этого классно, потому что мне больше не нужно искать каких-то оправданий. Я знаю, что если у меня есть какие-то вопросы с деньгами или ещё с чем-то возникают, то в этом никто не виноват, кроме меня. Значит, я что-то не то сделала, значит, я не достучалась, значит, я не апгрейдилась, значит, я где-то провтыкала. Я, я даже не говорю никогда муж мой, потому что он точно такой же, он тоже знает, где его зона ответственности. Мне не надо его рыльцем тыкать, ему не надо меня рыльцем тыкать. Мы знаем свои зоны ответственности, и мы берём вдвоём эту ответственность на себя. У нас даже до смешного бывает, это я, нет, это я виноват. Да, то есть это классно, поэтому повзрослейте. Это очень круто, когда ты начинаешь быть взрослым, когда ты перестаёшь ждать, что родители дадут тебе 50 гривен или 100 гривен, когда ты понимаешь, что от твоих действий зависит то, что ты получишь. И эта позиция взрослого даже нравится мне, то, что я не наёмный сотрудник, да, я сама создаю свой бизнес, я сама зарабатываю деньги, ну, я сама, это как бы я и мой муж, да, у нас общее дело, то есть никто денег этих мне не принесёт, и не только денег, мне никто не принесёт просто какой-то благодарности, я её тоже зарабатываю, да, своей работой, своей энергией, тем, что я могу отдать, отдаю я тем, что я могу отдать, то, что у меня есть, если у меня этого не было, я бы не отдавала. Вот, у меня есть, я могу этим делиться, я люблю этим делиться, и, соответственно, я не жду, что, боже, почему же, почему же сегодня меня никто не похвалил, ну, например, или почему же никто там что-то не сделал, или почему же я сегодня, вот мне никто, я не жду ничего ни от кого, я вообще не жду, я действую, и в зависимости от того, что я получаю, я понимаю, насколько верно я действую, вот и всё. всё. Это очень и очень просто. И я хочу вам ещё раз сказать, что позиция взрослого человека, это позиция человека, который берёт ответственность и принимает решения, и умеет держать слово. Умеет держать слово. Это тоже то, чему необходимо учиться. Перестаньте, когда-то я смотрела какой-то мастер-класс Миши Дашкиева, и он сказал, научитесь уважать свои цели. Если вы о чём-то заявляете, уважайте это, перестаньте пиздоболить, перестаньте ставить себе цели и не выполнять их, потому что вы пиздобол в этот момент. Поэтому я приучилась не говорить вслух о том, к чему я не готова. Если я не готова накачать себе кубы на животе, то вы не услышите от меня, что я качаю кубы на животе. Но если я сказала, что я сяду на этот шпагат, значит я села на этот шпагат, я уважаю, я утром просыпаюсь и иду на тренировку, потому что я себе сказала, потому что я уважаю. Поверьте, у меня есть то, за что мне, чего бы мне не хотелось, чтобы было в моей жизни. Но я не готова сейчас давать себе слово, что я от этого избавлюсь, потому что я не готова сейчас за это браться. И я поэтому себе не вру. И если у вас есть какие-то, я не знаю, свои скелеты, то не надо себе обещать, что вы от них избавитесь, не важно там бросить курить, если вы ничего для этого не делаете, если вы не готовы завтра взять и начать идти к этой цели. Не надо. И если вы пишете себе на листочке, что вы собираетесь сделать за день и прекрасно знаете, что вы ни черта из этого не сделаете, то не надо писать это на листочке для того, чтобы писать и типа в очередной раз доказывать себе, что вы ни черта не сделаете. Не надо обещать своему ребенку, что вы ему что-то купите или когда-то у него что-то будет, если вы сегодня ничего для этого не делаете. Понимаете? Не надо ему рассказывать эти сказки Ганса Христиана Андерсона. Не надо своей женщине обещать, что я тебе брошу мир к твоим ногам, если тебе больше нравится сидеть и смотреть футбол на телеке, ковыряться в носу, дрочить в туалете и так далее. Научитесь уважать свои цели и свои слова. Это важно. И поэтому, когда люди приходят ко мне на рерайтер, я им говорю, не надо приходить посмотреть. Не надо. Не надо приходить попробовать. Пришел и отдался этому. Научись доводить что-то до конца. Да, у нас есть ретроградный Меркурий, перспективный Сатурн и не очень Нептун. У нас всегда есть миллион всего, что нас останавливает. Вы что думаете, меня ничего не останавливает? Вы вообще себе не представляете, сколько всего у меня есть. Но тем не менее, тем не менее, если я пообещала себе, если я решила быть взрослой, если я решила быть успешной, если я решила быть примером для своих детей, примером, что такое быть примером для своих детей, это огромная ответственность. Огромная ответственность. И я взяла ее на себя. Мне нравится, что мои девочки говорят, мама, ты знаешь, что на тебя подписаны наши подружки, на тебя смотрят наши взрослые девочки, а ты знаешь, что там? Я знаю. Я горжусь тем, что они просят, мама, можешь забрать нас со школы? Нам так нравится, когда ты приходишь, ты такая красивая. На тебя смотрят девочки и говорят, я хочу, чтобы моя мама была такая, как у тебя. Конечно, меня это вдохновляет и мотивирует. Вы думаете, нет? Конечно. Конечно, если я еду на турнир в 6 утра, мне нужно выехать, я встану в 4, чтобы не прийти чушкой, потому что я пример, я хочу, чтобы они мной гордились, я хочу, чтобы они не прятали свою маму и не говорили там, о господи, мама, можешь как-нибудь куда-то, ну там, не подвозить нас очень близко. Мне нравится это. Я не вижу в этом ничего плохого. Да, они начинают сейчас понимать, как мы живём. Они раньше не понимали, как мы живём. Сейчас они говорят, мама, мы богатые. Я говорю, да, мы богатые. И если раньше я говорила, не надо об этом говорить, там это там, ну, сейчас я говорю, да. Я объясняю им, что значит богатые. Я объясняю им, как живут другие люди и почему они так живут. Я не учу их ни в коем случае над кем-то смеяться, глумиться, наоборот. Но я учу их понимать, какие они. Я говорю им, что да, нам с вами не просто повезло, мы работаем над этим. Что необходимо для этого делать? Почему важно в детстве им заниматься тем, чем они занимаются? Какие они молодцы, что они это делают? Как важно расти над собой? Как важно уметь добиваться результата во цели? И я им всегда говорю, что если вы научитесь преодолевать себя сейчас, если вы уже можете настолько концентрироваться на своих целях и задачах и быть успешными, вы достигнете успеха абсолютно во всём. Люди бедны в том, что они себя жалеют. А жалеют во имя чего? Во имя чего вы себя жалеете? Вот мне часто говорят, вот зачем вы так работаете? А зачем вы так себя жалеете? Вы что храните? Объясните мне. Больше времени для чего? Для сериалов? Для лежания на диване? Для обсуждения проблем? Для питья винишка? Для чего вы храните это время? Что оно вам даёт? Просто объясните мне. Мой день занят с раннего утра до позднего вечера. Я сегодня с 7 утра не присела, клянусь вам. Вот я с утра встала и погнала. Дети, школа туда-сюда, потом я уехала на тренировку, потом я приехала, забрала детей, сразу же села за стол, работала сегодня активно. В итоге посмотрела, что ёпсель, надо сделать прямой эфир, когда его сделать. Я сегодня ещё Еву записала на индив на 7 вечера. Ева танцует до половины девятого сегодня, а встала она в 7 утра. У неё уже была общая тренировка, сейчас у них полтора часа индива. И я решила, что в 7 часов отлично я её привезу и как раз в это время проведу эфир прямой. Вот заехала, взяла кофе. Я вам не то, что хвастаюсь, какая я крутая. Нет, это мой выбор. Мне нравится моя жизнь очень сильно. Мне нравится, что она динамичная, мне нравится, что она занята, мне нравится, что я чувствую, что я живу, что я нужна, что я востребована. Мне всё это нравится. И я не понимаю, я не понимаю, может быть, вы понимаете, просто задайте себе вопрос, во имя чего вы это всё бережёте. Если вы как-то кайфуете это время, супер. Но если вот я, например, если вот так не занята, я втыкаю. Я втыкаю. Я не знаю, что делать. Я втыкаю. Я пытаюсь понять, в чём прошёл мой день. И понимаю, что он прошёл в чашке, в тарелке, в стиральной машинке, в какой-то хождении непонятном, в листании ленты. Если я чувствую плохо, плохо от этого, у нас у каждого свой выбор. Но выбор – это позиция взрослого человека. И если с вами просто что-то происходит, и вы говорите, ну я хотел бы по-другому, но я не могу, то это опять-таки позиция ребёнка. А позиция ребёнка – это позиция «мама, дай денег». Вы понимаете это? Отсюда, откуда у вас деньги возьмутся? Это не история про то, что я решил заработать миллион, ну неважно, я условно говорю, что я решил быть кем-то. Нет, это история про то, что «мама, дай денег, мне нужно поесть, мне нужно всё время вы зависите, вы зависите». Ребёнок, как ни крути, зависит от родителей. Сегодня я скажу, Ева, всё, ты больше на танцы не ходишь, и она зависит от меня, она не может сказать «мам, знаешь, иди в жопу, я пошла на танцы». Ну не может. Она максимум может в школе на кружки ходить сама, всё. Дальше она не может, потому что у неё нет денег за это платить, её никто не будет возить и так далее. Вот вы должны понимать, что позиция взрослого человека – это позиция человека, который принимает решение. И все ваши решения, все ваши изменения, они начинаются вот отсюда. Поэтому вход на рерайтер всем просто… Вы обязаны здесь быть для себя, вы обязаны прийти и пройти через этот тоннель для того, чтобы понять, чего вы хотите, кто вы есть, чтобы найти для себя этот час-полтора времени в вашей гениальной жизни, наполненной сериалами, сплетнями, обсуждениями, новостями и очень важными другими вещами, я не спорю. У вас очень много важных дел, я это очень хорошо понимаю, но это время на себя надо, чтобы разобраться, чтобы перезапустить свой мозг, чтобы понять и посмотреть вообще на мир другими глазами. Люди, которые… Вот сегодня у меня рерайтовцы выпускаются октябрьские, и они начали писать отзывы, и кто-то там начал писать, ну что вот у вас изменилось, что у вас изменилось? Конечно, все недалёкие люди хотят, чтобы изменилась сразу же вся реальность. То есть для них изменения – это когда человек говорит, вот, в течение этого месяца, значит, я купил себе новый Porsche Cayenne, я себе переехал в большой дом. Это называется «Сказочники». Эротические фантазии на тему. Вы же не ждёте, что если вы всю жизнь жрали, у вас было отвратное тело, вы весите 150 кг, то через месяц занятий, ментальных практик или даже физических вы будете выглядеть как супермодель. Ну, это же эротические фантазии, это же все прекрасно понимают. Никто не хочет работать над собой. Мало того, все хотят высмеять тех, кто говорит, что «Ёбсик, так я понял вообще, что происходит, я теперь понял, как надо быть, я начал… Нет, ты урод, ты же не похудел, ты чё ты, чё ты вообще там понял, что тебя опять развели разводяги, козлы, блин, а ты вот это ведёшься, всё, лошара». У нас же вот такой подход ко всему. Даже мои знакомые, которые говорят, «Ой, ну хорошо, там, как там твой рерайтер? Нормально? Ммм, хорошо, там, я говорю, может, это придёшь? Ой, да не, ну, я же это всё там читал, ты что там по какой-то книжке это делаешь?» Так, по книжке это делаю, просто по книжке это делаю, и всё. И ты и возьми по книжке, сделай чё-нибудь. Отношения, отношения, неуважение, наплевательство к другим – это тоже позиция ребёнка. «У меня папа, а у меня мама, а у меня… А ты? А ты сам что? А ты сам что?» Помните? «У моей мамы такая-то машина, у моего папы такая-то…» Я детям с детства, раннего, они у меня ещё в детстве, но уже слишком взрослые, мне кажется. Я им объясняла и всегда, что вот это твои медали, вот они у тебя на стенке висят. То, что ты умеешь сделать – это твоё, а всё остальное – это моё. Это моё. И я самое ценное, что могу тебе дать – это научить тебя, подсказать тебе, поддержать тебя. Но награды и достижения – это твои. Когда мне говорят, «Ой, какая мать молодец! Какая вот вы их…» Это не я их сделала. Я ничего им сделать не могу. Я просто выполняю свой материнский долг, поддерживаю своих детей и не выигрываю медали. Я не тренируюсь за них. Вы должны понимать, что каждый человек имеет тот результат в жизни, который он заслужил. И любой ребёнок талантливых родителей, как у нас часто… «Ой, Лиза Боярская, значит, это же потому что Михаил Боярский». Да при чём здесь? Ебашить приходится каждому из нас. Вот вы должны это понимать. Ебашить приходится каждому из нас. Родители здесь ни при чём. Они молодцы, классные, но перестаньте. Нам очень нравится всегда как-то себя успокаивать, особенно, когда успех касается кого-то другого. Мы объясняем, почему у него этот успех. Нам важно, нам зачем-то важно объяснить, почему у человека есть этот успех, а у нас его нет. Нам как будто бы в этот момент мы же успешнее становимся, когда мы это объясняем. «Ой, это и тот дал, этот тот дал, так иди, на, возьми, попробуй, сделай». Так, самое главное, что теперь из цепора осознания. Да. Соответственно, возвращаемся к нашим баранам. Ребята, нужно взрослеть. Нужно взрослеть. Это очень-очень-очень важный момент понимания того, что я теперь взрослый. Когда я взрослый, вы не будете спрашивать и задавать вопросы, а как это сделать, а как этому прийти. Взрослый всегда находит решение. Помните, пожалуйста, про это. Тогда у вас всё будет получаться. Взрослый понимает, что ему нужно развивать свой мозг. Взрослый уже начинает немножко понимать взаимосвязь. От того, что для того, чтобы совершать какие-то правильные действия, нужно правильно что-то думать и понимать, и принимать, и познавать себя, и не идти против себя. Уже мир сильно меняется. Мы это видим с вами every day. И углубляться в себя нам просто необходимо. Просто необходимо. А для того, чтобы это сделать, нужно понять, то, какая моя жизнь есть, зависит от меня. Значит, для того, чтобы моя жизнь была лучше, лучше нужно стать мне. Не мир вокруг себя исправить, а мне самому стать лучше. Мне каким я хочу вообще стать? Что значит лучше? Какой я? Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Какой вы? Чего вы хотите? Кем вы себе себя представляете? Что бы вы хотели, чтобы другие говорили о вас? Чему бы вы хотели посвятить свою жизнь? Для многих это будет очень тяжелый вопрос. Вы офигеете. Вы офигеете. Я вчера рассказывала на мастер-классе о том, почему мы с вами не прощаемся. Вы так уже прям совсем мне тут благодарственные речи пишете. Я вчера рассказывала на своем трехчасовом мастер-классе о том, почему. Что-то почему я уже забыла, пока начала вас читать. Ну, в общем, офигеете, офигеете. Так, как в ситуации стабильности найти мотивацию к нахождению амбиций? Ну, я уже всегда говорю об этом. Сломайте себе руку, разбейте себе голову. Мне непонятно это. Мне ваш вопрос не ясен. Я не понимаю, как можно не хотеть. Ну, если вам достаточно, если у вас все стабильно и хорошо, и вас это устраивает, ну, подождите, если у вас еще предусмотрен какой-то рост, то подождите, пока вам что-нибудь пошлют, пока вы там на какое-то приключение не нарветесь в жизни. Вы же понимаете, что жизнь, естественный наш процесс, это эволюция, рост. Посмотрите на травку. Она растет вверх. Видели такое? Цветочки растут вверх. Все живое растет, развивается, происходит нечто. И если вы не развиваетесь, то вас живое подталкивает развиваться. Как вас подтолкнуть развиваться и подтолкнуть вас идти дальше в жизни? Вот тут уже знаете, как хватит у вашей вселенной или не знаю там у кого, как хватит фантазии. Вот. Если фантазии не сильно много будет, ну, там, онко. Если фантазии будет побольше, может помягче. Не ждите, пожалуйста, не ждите момента, когда вам подбросят дровишек. Лучше сами себе подбросьте. Лучше поставьте себе любую цель дурацкую и добивайтесь ее, чем поставить себе цель вернуть здоровье. Ну, посмотрите, что происходит вокруг. Вам не стремно от этого? Мне, например, очень стремно. Я себе каждый день говорю, Оля, давай бежать, что-нибудь придумывать, что угодно. Но благо мне не нужно, у меня внутренне это. Поэтому мне непонятен вопрос, как человек вообще не может стремиться к чему-то постоянно. В чем тогда кайф? Если ваша миссия выполнена, ну, не знаю, идите сбросьте с балкона. Так, мне напомнили, что у меня есть вопросы. Давайте я... Ага, три вопроса у меня тут есть чудесных. Вот я один посмотрю. Как найти тот баланс, чтобы после всех изменений себя не казались все мужчины недостойными? это вопрос не баланса, это вопрос убеждений. Потому что, когда мы начинаем сильно на себе зацикливаться, да, ну, типа, это классно, но если у тебя стоит программа, что я такая офигенная и нету достойных мужчин, то, конечно, вы будете рассматривать всех мужчин с позиции того, что все скоты сволочи и будете себе это доказывать. Это то, что мы называем внутренними убеждениями. Убеждения, которые тебе мешают. Есть классное упражнение, есть такая история, мы сейчас с Биг Клабом проходили, пирамида Дилтса. Поинтересуйтесь. Вот. Проблему нужно всегда решать на пару уровней выше, чем она существует. Так вот, история заключается в том, что у нас есть некие убеждения, которые почему-то мы себе заложили, нам с ними удобно жить. И попробуйте представить себе, что пойти наверхушку проблемы и представить себе, что вы женщина очень классная и крутая, у которой есть отношения, которые очень сильно ей нравятся. Вот подумайте о том, если у вас будут эти отношения, как вы будете себя вести, о чем вы будете думать, чем вы будете заниматься, какие у вас новые убеждения создадутся. То есть всегда думайте о себе с позиции того человека, который уже имеет то, что ему якобы хотелось. И вы увидите тогда огромную разницу между тем, что есть у вас сегодня. Потому что уж поверьте, на нашей земле, я не знаю, на которой, мне стыдно, не знаю, сколько у нас миллиардов человек там живет на наше население земли, но я думаю, что точно парочку мужиков нормальных да найдутся. Понимаете? То есть мы всегда получаем то, во что мы верим, то, что мы способны с вами притянуть в свою жизнь. То есть мы сами создаем эту реальность. И если нам удобно думать, что вокруг все мудаки или что все равно ни с кем нормальных отношений не построить, то конечно мы на все всегда будем смотреть сквозь эту призму, что ничего никогда у меня не получается. Посмотрите на это с другой позиции, разберитесь, почему, откуда у вас этот страх, почему вы так думаете. Может быть, вам реально просто не нужны мужчины, может быть, вам нравится у вас такой период, вам нравится, ну может быть, там унижать мужчин, да, там чувствовать ощущение такое собственного достоинства, разные есть как бы моменты. Тут всегда нужно копаться в себе. Опять-таки, позиция всегда должна быть в том, что ответ есть во мне самом, я должен его найти. Для этого я должен себя вывести на очень честный разговор, на честный разговор и сказать, а в чем проблема на самом деле, чего я опасаюсь или чего я боюсь или чего я хочу. Если вы научитесь задавать себе честно вопросы и не врать, вы очень интересные ответы увидите, очень интересные. Иногда мы в состоянии поговорить сами с собой, иногда нам нужна какая-то группа, иногда нам нужен психотерапевт, такое тоже бывает. Так, мне показывают минуту 53. Что пропало, не знаю. Минуту 53 до окончания эфира. Ребят, спасибо всем большое за то, что мы с вами провели совместный классный час времени. У нас сегодня последний день, когда вы можете присоединиться в марафон Рерайтер Жизни пробная версия. Завтра последний день, когда вы можете присоединиться вообще в марафон Рерайтер Жизни в ноябрьский поток. Я буду очень рада, если вы это сделаете, потому что именно там мы с вами учимся быть взрослыми. Мы учимся брать ответственность, мы учимся понимать себя, мы учимся описывать свои желания в книге нашей жизни и мы вообще задаем себе то количество вопросов и тех вопросов, которые возможно никогда не задавали или на которые боялись находить ответы. Поэтому я буду рада вас всех очень видеть. Спасибо большое, что смотрите эфир. Я буду вам благодарна, если вы несколько слов оставите в комментариях под этим эфиром. Я надеюсь, он сохранится и я его опубликую. И в этом случае я буду продолжать делать эфиры для того, чтобы мы с вами больше разговаривали. Я знаю, что вам это помогает. Я вас благодарю, потому что мне нужны слушатели, мне это тоже помогает. Соответственно, все будет круто. Все, обнимашечки, поцелуйчики, сохраняю эфирчик и жду всех на Рерайтере.